леса, мосты и детские игрушки. Спасатели рассказали, где чаще всего встречаются мины. Российские оккупанты могут маскировать взрывчатку, под бытовые предметы, и оставлять их в неочевидных местах. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на ГСЧС. Иногда заминированы неочевидные места, такие как берега рек, лесопарковые зоны, детские площадки, колодцы. Также враг прячет взрывные устройства в домах, маскирует их под бытовые предметы и даже минирует игрушки, отмечают спасатели. Отметим, что не стоит приближаться к территориям, рядом с которыми, есть знак стоп-мины в виде черепа, и скрещенных костей. Однако не все заминированные участки имеют такой знак. К тому же опасными являются участки, с белокрасной полоской без таблички стоп-мины. ГСЧС собрала список, потенциально опасных мест и территорий. В частности к ним относятся. Улицы и дворики, где проходили боевые действия. Военно-стратегические локации на местности, как аэропорт или полигон. Объекты стратегической инфраструктуры. Местность у мостов, обочины дорог. Военные контрольно-пропускные пункты. Водные источники, колодцы, берега рек. Поле, лесополосы, леса. Кладбище. Тела погибших людей. Детские игрушки. Полный список смотрите на иллюстрациях. Напомним, ранее спасатели рассказывали, как лучше ознакомить детей с темой минной опасности. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины, читайте на канале РБК Украина в Телеграм.